Приветствую всех электриков, киповцев, любителей и профессионалов электромонтажных работ, а также проектировщиков, генподрядчиков, заказчиков, ну конечно, если они это видео смотрят. Продолжаю рассказывать вам про промышленный электромонтаж и сегодня видео будет посвящено нюансам монтажа кабельного лотка, используя при этом фасонные части, да, вот внешние и внутренние повороты, углы какие-то, кронштейны, полки, консоли, то есть все, что называется такой арматурой. Да, или фурнитурой. Лично вот у меня уже на канале есть несколько видео, где я показываю, как красиво изготовить повороты, опуска, если нет заводских фасонных частей. И часто в комментариях писали, ну такие резонные на самом деле замечания, что зачем вот колхозить, да, халтурить, если можно заказать, сейчас все промышленность производит, все это вроде не так дорого, все привезут, любую запчасть, да, под ваши условия. Да, возможно они правы, но мы работаем в России, да, то есть если бы все так идеально было, понятно, этого видео бы и не появилось, но некоторые детали у вас могут отсутствовать, ну по совершенно разным причинам, сейчас их перечислю, для себя собрал. Значит, во-первых. Музыка Заморачиваются. Да и вообще, вот если вы на больших стройках работали, да, вот на вторичных цепях, например, то есть проекты делаются уже по факту завершения самого монтажа, то есть нам говорят, да, ребята, вы делаете, а мы потом уже схему, чертеж, там как называется, все это дорисуем. Ну и вот сам заказчик даже часто на такие мелочи не обращает внимания. А значит, вторая причина. Их заложили, да, но не привезли. А либо привезли не туда, либо привезли туда, но выделили не тем, да, то есть на несколько подрядчиков работают на разных участках, то есть один взял себе, выписал тысячу штук, 500 из них израсходовал, 500 где-то лежат на складах, в лучшем случае потом их оттуда не заберешь, ну и остальные там валяются за вагончиками, либо по стройплощадке раскидывают. То есть все, взять их больше неоткуда, а заказывать их никто не будет, да, и приходится изготовлять повороты ручным способом. Такое тоже не часто, а присутствует постоянно. Третья причина это то, что сроки на любой стройке ограничены, да, вы там неделю, месяц пропустите, все, это гигантский штраф и такие мелочи, как какие-то метизы там, да, ну что-то, понятно, никто ждать не хочет, заказчик на это внимание не обращает, не его уровень проблемы и подрядчики, субподрядчики выкручиваются уже как могут, да, то есть никто не будет ждать там лишнюю неделю, чтобы вам какие-то детальки принесли, тем более, да, сроки везде поджимают, испытания, сдача, значит, в эксплуатацию и прочее. И последняя причина это, наверное, дороговизна, да, для многих, ну не в плане денег, да, не в плане стоимости детали, ну что она может стоить, это просто кусок стали, да, плазмы вырезали, какие-то вот прорези, да, перфорировали, согнули на станке, все, а в плане вот посчитать, значит, все это заказать, все это привезти, то есть, ну, проще, да, посчитать лоток, как я сказал, плюс-минус километр и на этом не заморачиваться, а вось как-нибудь проблема решится. Итак, вот, вступительную часть я ее завершил, да, возможно, кому-то видео покажется затянутым, но некоторые вещи в двух словах и не скажешь. И по поводу монтажа кабельного лотка, в данном случае у меня, кстати, производство завода Паскаль находится в городе Держинский, Нижегородской области, делает полную номенклатуру, значит, кабельных лотков, коробов, проволочных, значит, все эти, да, фурнитуру, детали. И, соответственно, у них еще, кстати, брошюрку даже нашел, я думал, у них один завод всего по лоткам, по металлоконструкциям, а тут у них есть еще производство композитной арматуры, ООО, завод Паскаль называется, и контрактное производство геосинтетических материалов, ООО Паскаль Гео. Ну, соответственно, ООО КС Паскаль, это вот производят кабельные лотки, кстати, у них они, ну, это не реклама, я просто рассказываю, докладываю, да, подходит ко всем вот этим нашим, там, кто производит, да, ДКС, там и остальные. По поводу, кстати, самой номенклатуры, кому-то, ну, наверное, покажутся там простые какие-то детальки, у всех красивее, значит, докладываю, да, что, как топовые производители, которых, наверное, уже на рынке нет, уже давно не видел, наверное, ушли. Вот Хилти, да, вот кабельный Беттерман, там, да, вопросов качества нет, там у них сотни всяких там и болтиков, и деталек, там вообще миллион, все, компьютерная графика красивая, но, вот, цен не знаю, но я предполагаю, что ни разу в три, возможно, дороже будут стоить, чем вот эти вещи, да, ну, чем наши. Понятно, что с Нижнего Новгорода доставить, да, либо откуда-то там, с Германии, там, либо со склада, с Морского. А далее, по поводу, значит, изготовления самих кабельных лотков, вот этот самый ходовой лоток у меня, это 100 на 50, да, ну, 100 ширина, 50 высота борта, значит, ребро, да, под крышку замковую, и толщина стали, это 0,7 миллиметров, и такую оцинковочку у нее 20 микрон. Значит, где они используются, вот, и для монтажника, в том числе, данная информация, есть более толстые лотки, да, покрытые горячим цинкованием, то есть, там, в ванну их окунают, и толстый слой цинка остается, там толщина, ну, там, до 100 микрон, и толщина стали от 1 миллиметра, да, то есть, тонкий лоток в ванну не погрузите, его просто, ну, поведет, он деформируется. Такие лотки используются в сухих помещениях, да, под крышей где-то, где нет агрессивной среды, ну, то есть, вот, слой, там, 20 микрон, он недостаточен, да, если какой-то, там, солевой туман, да, вот, химические производства, он будет корродировать. Если в сухом помещении, вот, да, вот, где-то, вот, без повышенной опасности какой-то, не сырые, там, особо не влажные, он простоит, там, десятки лет, вопрос к нему не будет. Это, конечно, касается вопрос цены, прежде всего, то есть, ну, понятно, вы из нержавейки не будете в обычном помещении, да, прокладывать эти лотки, они там и тяжелые, и дорогие, и, кстати, нержавейка в обработке очень тяжело, то есть, я вам, как монтажник, говорю, что это разные совершенные вещи, да, и даже уровень подготовки монтажника. Но нержавейка используется где у нас, где различные агрессивные среды, да, вот, солевой туман, вот, приморская, да, прибрежная вот эта зона. Вот, например, в Норильске я был, там из нержавейки лотки, ну, практически во всех помещениях, вот, цех производства сельной кислоты, не только в самом цехе, да, где там испарения какие-то возможны, ну, даже в таких помещениях, там, вентиляционные какие-то, вот, там тоже все было из нержавейки и сопутствующего, это арматура вся, да, например, вот, консоль или полка. Вот, кстати, тоже производитель, не знаю какой, это вот методом горячего цинкования, толстый металл, наверное, больше миллиметра, здесь прямо наплывы цинка видны, то есть, вот это для суровых внешних условий, да, это подойдет. Она и тяжелая, она и стоит кратно, наверное, дороже, а вот, как я сказал, для, вот, паскалевская продукция, она вот, в данном случае для таких помещений, где нет влажности, да, каких-то агрессивных следов, то есть, нет нужды использовать просто более дорогие вещи. Значит, давайте, как я сказал, да, про тонкости монтажа, а то кому-то скажет, показывает, что тут рекламируют, значит, крышка, да, вот, сейчас, значит, захлопывается простым движением, но здесь, как говорится, есть нюансы, да. Если, например, у вас переполнение лотка идет, особенно на каких-то вертикальных участках, я понимаю, что по правилам, там, пуэ SP-76-77, это не допускается, да, нужно оставлять свободное место, но часто бывает у нас переполнение лотка с горкой. То есть, на вертикальных, на первых участках, такие крышки, они будут, во-первых, выпирать, да, и от какой-то ветровой нагрузки они могут просто слететь. Вот, то есть, в моей практике приходилось даже вот, крышку надеваешь сверху, да, то есть, тут уже кабель с горкой, понятно, никто уже там менять трассу эту не будет, уже все, через неделю там запуск, все уже ограждают. Приходилось специальными поисками изготавливать и крышечку просто накладываешь, чтобы она не слетела. Понятно, да, если вот слетит, то это уже будет, ну все, предприятие работает, крышка куда-то упала, неизвестно, куда ее там отнесло. Поэтому это, во-первых, во-вторых, да, деформация, то есть, например, кабельные лотки, они, ну, наступил, наехал, все, геометрию потеряли, крышка тоже не захлопывается. И такой нюанс, который требует, ну, во-первых, подготовки монтажников, да, если у вас нет фасонных частей, а где вы найдете подготовленного монтажника вот сейчас? Вот именно вот лоточное звено, они практически все наперечет, да, почему вот использование в этих фасонах, да, деталей штамповных, оно даже не кратно, наверное, на порядок может ускорить скорость монтажа и вообще надежность. То есть, я именно за использование таких деталей, хотя я сам, я вот могу поворот сделать, ну, сколько, ну, 10-15 минут мне потребуется. А другой монтажник с менее такой высокой квалификацией, он вам и потратит времени больше и заполит вам лоток, который там бывает дефицитный, чуть ли не поштучно между собой организации передают, да, то есть, вот, подготовка монтажника. Далее, значит, если мы вставим, вот, ну, вставили, казалось бы, да, я предпочитаю вот этими лепестками внутрь вставлять, надели крышку. Вот, и здесь такая деталька, типа накладки, вот она аккуратно защелкивается, все, да, то есть, здесь лоток, как бы, кабель внутри защищен, там, от мусора, не знаю, грызуны какие-то туда им сюда им лазят, это не важно. А вот эти места, они тоже достаточно уязвимы, почему, да, вот если их нет, если нет фасонного поворота, когда делают из крышек. Во-первых, крышка, конструкция может быть не приспособлена, да, к защелкиванию на вот эти боковые стенки, то есть, они тут срезаются как-то, некоторые монтажники их вообще убирают, то есть, крышки держаться фактически не за что. Далее, когда крышку начинают изгибать, да, то есть, вот делаю такую штуку, чтобы она закрывала, то есть, единой конструкции, начинают измерять. Если чуть-чуть немножко обмануться, неправильно рассчитать, у вас крышка либо будет больше длина, да, вот этой части поворота, либо меньше. И в том, и в другом случае, у вас крышка, она будет прилегать неплотно. Не знаю, так видно, наверное, да? Да, то есть, если вот крышку вот эту померить неправильно, в этом месте она будет уже, ну, отходить. Вот, друзья, далее, так, кстати, да, из таких деталек можно собрать практически любую конструкцию, да, и вот так вот между собой их вот тут скрепить, соединить. То есть, опуск, поворот, как бы, но это уже в процессе практики, ну, например, вот так, да, то есть, кабель спустился, аккуратненько, учитывая все диаметры, повернул, все, нигде не повредился, все нормально. Значит, да, какие нюансы, друзья? Значит, по поводу, давайте полок стоит, раз у меня здесь собрал, да, некоторую номенклатуру. Вот консолька, объединена с полкой, это тоже, это все паскалевская у меня, вот это, по-моему, не паскалевская, и вот это тоже. Ну, а как вариант взял, у меня было, это вот мощные такие детали, они, да, дорогие, оцинковка, горячие, все, это вот для уличных условий, да, для суровых адрилов. Для помещения, они, и их работать проще с такими деталями, которые потоньше, да, ну, они дешевле стоят, и просто поудобнее, я вам как практик говорю. Вот, уже готовая консолька под, значит, сотый лоток, вот так вот, вот так, да, наверное, вот. То есть, если лоточек идет, это я вот говорю про проектировщиков, там, кто снабжением занимается, а лучше заказывать, конечно, такие уже в сборе, потому что вы сэкономите время монтажников, да, ну, в конечном счете, время своей организации. Здесь, например, консолька, да, такая более универсальная, здесь можно несколько полок навесить, разной длины, кстати, вот. В данном случае здесь используются болты, по-моему, пятидесятки, ну, шестерочные болты, вот. Каких-то затруднений, я думаю, в процессе монтажа не возникнет, единственное, что, конечно, болты использовать там, где они нужны, да, то есть, не экономить именно на болтах. Так, нагрузка она держит совершенно дикую, не знаю, килограмм-двести, но вот я, когда собрал, я на ней там танцевал на этой стойке, да, то есть, она никак себе не повела, вот. То есть, болты, понятно, используйте там, где необходимо. Почему? Потому что, смотрите, вот, да, идет, сейчас вот покажу, закрепили лоток на стойке, да, здесь отверстие под два болта. Да, используйте, пожалуйста, два болта, да, не нужно на этом экономить, не нужно там болты, время экономить, это именно для надежности. Ну, и, соответственно, если, например, вот тоже деталь, ну, смотри, ну, что, простая оцинкованная деталька, да, сколько она может стоить? Я вот расчетами этими не занимаюсь, да, понятно, что лоток к стене крепить нельзя, во всех случаях, где я это видел, это переделали, да, нужно крепить на расстоянии. Какие-то изобретать можно, да, вот я вам сейчас покажу, что можно придумать. Ну, это опять занимает время, то есть, вы будете вымерять, значит, подгонять детали, будут какие-то заусенцы оставляться, да, косой рез какой-нибудь. То есть, можно вот это сделать из профиля, вот, из стандартного профиля, да, ц-образного, ну, либо такой, вот, тоже часто нарезают, как-то вот, значит, крепят к стене, прикручивают лоток. Вот, есть стандартные детальки, все, они стоят, уверен, недорого, по цене, поактуально, не буду говорить. И все, прикрепили, прикрепили на два болта. Значит, почему на два, да? Наверное, продемонстрирую, сейчас немножко время займет. По поводу, во-первых, ну, надежность, можно сказать, что, да, надежно прикреплены, но, вот, представьте, вертикальный лоток, на один бок, заказчик подошел, вот так вот сделал, лоток болтается, да, и он скажет, слушай, ну, что это за колхоз, почему я должен ходить и каждую гайку за вами проверять? Так, по особенностям, значит, конструкции данного сотого лотка, что можно сказать, да, телескопического типа, то есть, вот эти, да, усики, да, щечки, они заходят в другой лоток тоже, в данном случае, вот, паскалевские, они совмещаются с ДКС, ну, со всем кто там производит. Итак, что у нас здесь, ага, подвесы, тоже не нужно колхозить, да, если предусмотрена какая-то деталь, да, лучше вот подходит нам, например, посреди цеха, лучше, конечно, использовать уже специализированные, изготовленные, они, например, можно сделать профиль, да, вот, идет вот такая штука, вот так вот сделать, вот, здесь две шпильки, и там они как-то к потолку или к профнастилу, что там, из чего состоит, к балке, возможно, да, но если вы делаете две шпильки, если у вас не такой, да, не такая консоль, просто кратно увеличивается время затраты по монтажу, то есть, вам каждый кабель, представьте, что тут у вас 10 кабелей идет, и вам каждый кабель нужно именно по этому лоточку между шпильками провести, то есть, вам надо на стремянке, либо как вы там доступ имеете, да, подняться и через каждый метр, ну, обычно метр делается от расстояния между полками, да, между вот опорными этими конструкциями, ну, в принципе, полтора можно, ну, метр как-то надежнее, обычно метр делается, то есть, лучше, конечно, использовать специально приспособленные для этого вот консоли, консоль тоже, она, несмотря на то, что она тоненькая такая оцинковочка, но она вот мощная, даже ее, ну, я не скажу, что это прям монстр, да, сильный, но она как-то никак себя не ведет, то есть, нормальная ребровка у нее такая, то есть, все делается с запасом, так, что тут еще у меня есть, это то, что я вот собрал, да, так, ну, понятно, вот эти вещи тоже, это на внешний, да, угол, получается, поворот, то есть, если вы выпиливаете крышки, это все нужно каждый раз вымерять, все это резать, да, все это, возможно, неровно, какие-то щели остаются, то есть, какая-то щель, да, вот, 3 миллиметра, особенно, какого-нибудь косая, ну, это уже, как бы, смотрится некрасиво, ну, понятно, да, деформировать их не нужно, то есть, вот так вот сделали, все, хоп-ля, все красиво, да, то есть, и вы, профессионал, и заказчик доволен, и с вами будут заключать договор на будущее, так, и что тут еще осталось, ну, наиболее такие простые детали, да, это вот супер, такой, поддержка для лотка, тоже под вертикал делается, ну, это в зависимости от обстоятельств, да, какой-то, условия для монтажа, вот, ну, вы поняли, да, что шпилечка сюда, с центра, и туда, куда-то вот тоже она цепляется, вот, небольшая деталька есть для этого, все, шпилечка, гаечка, шайбечка, ну, я думаю, тут уже разберетесь, ну, наверное, по этой теме сегодня все, еще раз говорю, лучше, конечно, всегда использовать фасонные детали, это быстрее, кратно, это аккуратнее, намного это требует меньшей квалификации, вот, персонала, да, лоточников, кто у вас этим занимается, потому что здесь нужен, ну, кто-то скажет, что, что может быть проще, да, но, с другой стороны, во-первых, навык нужен, опыт, во-вторых, брак, если один лоток, два запороли, он стоит, ну, стоит дорого, вот, соответственно, по цене это будет дешевле, практически во всех случаях, ну, конечно, это не отменяет того, что вы должны из, да, просто из лотка уметь сделать розочку, потому что не всегда вот эти фасончики у вас будут под рукой, так, ну, что же, я думаю, по этой теме я сегодня сказал достаточно, надеюсь, данное видео оказалось не только интересным, но и полезным, особенно для вот той категории, да, проектировщики, заказчики, которые умеют считать деньги, свои умеют считать время, вот, для монтажников, да, что нужно использовать детали, которые именно, вот, предназначены для тех условий, да, вот, которые в проекте, то есть, если вы, вот этот лоток будете использовать на улице, возникнут вопросы, так, ну, что же, всем успехов в труде и безопасной работой, счастливо! В этом мире столько всякого легко себя потерять!